МОСКОВСКИЙ ЛУНОПАРК Уже целую неделю действуют разнообразные аттракционы. Несмотря на холод, дети и взрослые довольны. Сибирские морозы вообще-то не располагают к тому, чтобы проехаться с ветерком на карусели. И в то же время аттракционы типа «Эх, прокачу» пользуются, как ни странно, большой популярностью. Во-первых, рядом с домом, хорошо, очень удобно. Вы считаете, что не помеха, что все это на открытом воздухе и холодно? Нет, не помеха. Мы же в свежем воздухе, мы и развлекаемся. Вы без детей, вы сами пришли сюда? С друзьями. С друзьями? С друзьями. Вы считаете, что для вашего возраста это нормально, посетить такие детские аттракционы? Нормально. Вполне. А вообще, что удалось посмотреть, что-то интересное здесь есть, достойно? А только подъехали, а пошли в комнату страха. Серьезно? Сам хочешь испугаться или подруг напугать? Друзей напугать, вон они стоят. Для тех, кто еще не посетил аттракционы, спешим сообщить, что наряду с комнатой страха и комнатой смеха, москвичи предлагают красноярцам еще и захватывающие гонки по вертикали. Особо стоит отметить зоологический музей с обширной экспозицией всевозможных животных, как сибирских, так и заморских. Рядом с пингвином здесь можно увидеть полярную сову, тигра, кабана, медведя, обезьян. Словом, все сделано для того, чтобы зритель остался доволен и пришел еще. Московский лунопарк будет работать в Красноярске до 10 января. Далее гости отправятся в другие города.